Он родился в Чернобыльской зоне в советское время. Возможно, это и сформировало его стойкий характер. Вырос в семье технарей, родители по профессии инженера, но пошел по гуманитарному пути и стал одним из самых ярких, представителей гомельского андеграунда. У каждого человека в жизни есть период поиска и колебаний. У писателя между жанрами прозы или поэзия, у некоторых мужчин между женщинами, а у кого-то между городами и странами. Подобные колебания и поиски у Олеся Плотко начались в ранней юности. В душе он был поэтом на 10-м классе, серьезно задумывался о карьере инженера. В семье инженера у них без поэта. Я тут, кажется, абсолютно все. Нет, не на школу, никаких переездов. У меня был легкий период накатилок, а я думал, что я стану инженером в 10-м классе. Я перешел с гимназией англомолной 58, у лицеистский класс, как стать инженером. Ну, там, в шверхе я покрахтил над синусами и косинусами. Потом сказал, ладно, все, ладно. Помылился. Вот. Что повынеку дозволило мне спокойно завершить в эту школу. Ну, как бы мне было только там, после моей гуманитарной базы в гимназии. Мне было текало с технарями, а им было текало со мной, больше гуманитарным человеком. Нам всем было хорошо. Мне с классом, мне с наставниками и нам всем. В старших классах писал стихи о любви. Иногда к девушкам, а иногда и к родной земле. Но лучшим литературным творением того времени считает объяснительную записку. Это была такая поясняльная записка, почему я не ходил на урок русской литературы, а ли я там в фильме декларативной и с аргументами плумачил, к чему не. У нас была добрая размова с наставником. Я изменил одну школу на иншую, и хоть у школы опошней, напевно самый любимый наставник, наставница русской мовы, Людмила Михайловна. Она была человеком над литературой. Эта размова, из ее диалоги, скажем так, про литературу, или что-то недочитываешь, а ли наставник не хочет тебе просто поставить три баллы, ай, ладно, иди. А ли он задает такие пытания, как бы ты задумывался. На вот калитый цяфер, не хочет считать Булгакова, как бы ты прочитал его проспять год, и просто к этому надошел свой час, но как он надошел, да, нужно, чтобы человеку были заданы правильные питания. У Олеси никогда не было особой тяги к литературе, но, возможно, правильные заданные вопросы и захватывающие диалоги с учителем и пробудили интерес к языку. А потом он узнал про гомельский молодежный центр, Гард. Ну что, ты уже проглядела все фотки я воной новой? Особливо ты, где добробачное я прыгожая телом. Особливо ты, где гараж и хвусном, юрливая змога. Головная, законспектовала, так сказать, summary, десяти альбомов. 485 снимков, ни много, ни мало. Дуроведая, ты проглядишь их на ново. Кожной полиции свои книги, и кожной книзе ясен красен, своя полиция. Ты будешь писать и не отправлять листы для интриги, яка и теперь в закладках души твоя мази явится. Это была интеллигентная тусовка молодых студентов, культурных менеджеров, таких громадских активистов. И там, я вот был в опошенных классах школы, и они все уже были студентами. Ну и, конечно, я не тягнула до их, потому что они ведали боли, они там тусовались, слухали музыку разную, я говорю, я не слухал, читали, там тады часописы, таких я еще не читал, тады авторов белорусских, глобуса, там я не читали, а я кто такой. И могу сказать, что как не молодзи в Центргард, то вот эта белорусщина, она бы в любых формах, в каких старается, в моем житии, она бы не отбылась. Розы в улице. Мягкие, пухнатые, как мягкий снега падают с долу. Люксембург. Розы в улице. Обмяклы, у пуховиках алкаши, полторают с рук камяков, на скрыжаване из Лермонтова, на рагу, побачь с культовой крамой. На опошнем поверхе Сталинки створены все умовы для назирания и анализу подобенства дивных атмосферных сьявов. Люксембург, это лепший район города и натурально. Центр Европы и толерантности. После школы он идет по гуманитарному пути и поступает в Гомельский университет на факультет иностранных языков. И наступает период рок-н-ролльного студенчества. Он уезжает на время в Нью-Йорк, а когда возвращается в родной город, организовывает группу «Джаз-латекс». Я учился на Нью-Йазе и имел любого врага до тяжкой музыки. Был творен этот гурт, затверждена эта назва. «Джаз-латекс» и мы делали такие бескомпромиссные, гомельские. Ну, это не металл, такий, ю-металл. Чему такая музыка? Ну, для Гомеля, в принципе, это всегда актуально. Там есть просто этапы металла, потому что Гомель – город металлистов. И, как бы, это ведомый факт, мы все взросли на Годстауэр, и, в принципе, не только взросли, и протягиваемым жить. Как, все-таки, ладжиття, вот эта такая, как каста некая, да, людей. Бук, это было нормально, ну, як бы, человек, який вырос в Гомеле, який играл в металл-банзе, ну, зын, нечто не так. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Группа просуществовала четыре года, была очень популярна не только в родном Гомеле. Широ я не веду, почему под джевозлатекс столько изъявилась информация. Напомню тому, что мы все работали правильно. На каждой металле, объективно, мы сделали не так шмат. Не так было шмат сыграны, были концерты, там Гомель, Минск, может быть, Шарнигов. Великие или добрые выдания, которые заходились по сборнику, уже тогда больше не альбомные, мы исновали такими символами, невеликими записами джавон. Раз пять в год, в принципе, все пришли. Для нас это был логичный алгоритм иснования. Широ мне тяжко займаться тут анализом. Ну, просто писали песни англомолны, русскомолны, выдавали их, как могли, давали, куда могли, и там, ну, играли, где могли. Музыка 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 Олес Плотко всем известен как писатель и поэт, а вот для своей музыкальной карьеры он выбрал псевдоним «Байсан». Точно неизвестно, с какого языка пришло это слово. Плотко услышал его у моряков, когда работал на корабле. На морском сленге «Байсан» означало «земляк», но он придумал свое значение. Когда это слово «з морского життя» вельми мощно засело в голове, оно вельми сугучное со словами «так», его можно обыгрывать в Беларусь, «байсан», «сын земли», «бивай», «кропка сан», «сын солнца». У им есть нечто исходное по прононсу, але нечто заходное, откуда оно походит, потому что это больше американская корабельная школа, и это оттуда. Откуда походят псевдонимы? Оно пришло абсолютно само. Было, да, вперед, скажем, гомельский, постгомельский, кали будут такие персонажи. Пиксель, человек, як пиксель на экране, але один такий, як все остальные, а вось один з их. А байсан для мене гэта такий беларуск генерации 2.0, беларуск свету. Тут у бок не той романтичной эпохи, кали была там своя вёсочка, земелька, рэчанька, да, але уже экип крыху поездзеў, палітаў, паплаваў, зведаў там розныя краіны, але і, як бы, вернуўся да сябеў в этэм сэнсі, толькі ў такой, в мігрантскіх, там, окей, ў працах, не бі там, даходзіць до чалавека сэнс словаў, аблюбіць Беларусь нашу мілую, треба ў розных краях побываць. Даля разуміння гэта, просто треба про сэбе пропустіць, зразумець туў Беларусь, якой ты живеш, ў яку ў тобі праўемна презентаваць. Ні було рэни нічоўа, а тепер ўсях ўмноха, за гэтаў мы мусим патякаваць Богу. Йоў створаў наш свеў ў жандры фристайлу, промовўў Будьма, і Беларусь паўстала. Ихто я заў, дегіншіец мокі, мы на початку в океані мокли, а потэн пакинули вводные нектры, і займели мы нас внеўры. В 2010-м Олесю Плотко поступают предложения работать в кампании Будзима. Йоў задача – работа с пресой, телевидением и творческое участие в проектах. Я думаю, што Олес караў, гэта адразу бачна, глядзеў на ёго, сваў адкрытостю і па наступені рашучасць. Тобак про таких ўсь кажыў, што ём там море па калена, тое, што на ёго можна паклаць ісцеў, ён твою дэю прыгожа за гарне, дэвеце да неўкага логічного завершэння, а тое и трошки перапрацую, дзеўля таго, ка пяна ўспрымалася лепе астатними. Уўсь гэту Рысу ё яў, ёго зауважу так само, і ўння була ўражене на па на прас літа раўн некальких дзеўнцу працы зим, што мы зим знаўамы ўжо там десятки год, што зим было даўле прыемно, ёсць, прыемно працаваць, і я думаю, па шаўстила бы кожному такое. Один из проектов кампании Будзима – анимационный фильм «Будзима беларусы». Целый год творческая група из восьми человек придумывали, как коротко, ясно и понятно рассказать историю нашей страны. Утым Полоцку сбудуўць забор святой Софии. У свете були только три такія. Там тыш и князь, уся слав чарадей. Был чёткий персонаж, а не слух и далей. У Полоцку жила ё в Расіне святая. Парміць про ё ё уставотях не даря. Для ёе зробіли знакамі ты крышня. Просто супер, супер звыж. А не ў опошнюю войну артефакт пропал. Такі ось пробачте, мясцовый хрэаль. У добрым сэнсі гэта така братская маўила, дзе мы ўсі палевлі за справу той ідеі паказаць нашу історуў, каб ёе пабачыли. І беларусы. Яно было модным, каб гэта не было такой кнігай, да, на тысячу сторонак. Не хачу пакрылдзіць шмат ліких письменнікаў, але упэўненны, што гэта анімація шмат для кого гэта прыступачка, гэта шляк гэта гэтых кніжек, каб разабрацца ўжо лепш. Паглядзеўшы там на привабна гаскарыну і на привабну полоску, пачытаць добрых беларуских письменнікаў, історыкаў, што ж гэта бэлі за людзя. Франтишек с каліна конкретны мажор, вучився не ў полоску, а за межой. Із гэтаў навуке ён добра паразил беларуская біблію, выдав ў гразе войсковцы, пылі ў формі ягоршы, паклали московская войска паторшы ў 1514-м годі. А не ході про гэта, наперед вы бойця. Сёня такі час, што даносіць гэта трэбувыць так па сучаснаму, с фифхопам, з анімаццаў. Прамя сваіх мэтаў ассетніцькіх, ён адабылся як творчы прадукт і зажыл ўже своім новым фестывальным жыццём, іма ініціявалі. Эта не было сама мэтаў, але каму не прыемна атрымаць ў знагороды. На киевскім фестывалях рекламы, каму не прыемна тут ў Менску на фестывалі, і кароткіх фі́льма ўзяць знагороды. Прыемна, што Гудвицкая звазіла ёго ў Японіі паказала, там не було прысоў, але гэта був шосты па знашнасці анімаційна фестывалі ў свеці, зусім іншы краў, іншыя людзі. Той, што ён паказуваўся ў Литве, ў Болгары, ў Москве, ў Голанды, ну, вельмі шмат ў якіх краінах. Хто ж творчыга коллектива скажа, што не прыемна. Конечно, неприемна, но, значит, мы зробили саправды хороший продукт, хорошая идея. Нагадырш в адгопе, уруки вам стяг, хайкошны напиша, ласты протяг. Будьма ведать свой рот, шалёный народ, беларуский народ. Будьма ведать свой рот, шалёный народ, беларуский народ. Другой, не мене успешный проект компании – краинацмокал. Он превратился в целое социологическое исследование. Нас полох лед смоком, який дыхая вагнём, и забирая с собой тых, хто не слухаеца, порушая правилы, робясь па своему. Беларусы, яны часто, саправды, это, там, не моя теория, али гэта социологична выкладка кажаць, што прагнуць беларускаго продукта. Мы б хотели б, там, больше беларускаго театра, ці образаў. Али, калі задаецца пытання, яких конкретна, то людзі замалкаюць, таму, што нема таких прыкладов, да, нема такой анимаций, нема таких символов. І мы вырашылі папрацаваць над географічным брендингом, над такім пілотным символом, який не був спробай замініць все існуючыя символы, али був адкрытай праграммай такой коммунікаційной ад пачатку до конца, як мы гэта робілі і чаму гэта якасна. Сначала журналисты отправились на поиски цмоков на Палесі, а потом к поискам загадочных существ стали приобщаться люди со всей страны. Падвід палеских цмоков вадзіўся ёшше у Ваганашанскім в озере. Ну, мабыць цмоков там распалохали, як побудавалі агінськаю водную систыму. А туль, мабыць, цмоківся сішлі. І саме цікаве, што мы пастоянна забываем пра речку Гарынь, гдзе вадзіўся змей Гарыныч. Мы починалі просто, робілі серу матеріалу такіх журналісткіх вандровак ў місце, дзе живе цмоков, друковалі іх на савеці, робілі пару матеріальчиков, там бачылі, нібито цмока, там, ну, такі куторачкі, плёточкі некі. А потым ўже вышлі на людзі, расказалі, што да, такі герой, мы актівно займаємся. Потым маляваліся драфты в яму, трыба ўцмока, бла галасованка в інтернеці, людзі выбиралі лепшага. Хто тады, в принципі, стало доходзіць, што эта мае пад сабоў ненадуману ўснову, бо людзям гэта блізкі. Калі ты чытаеш, як там кажуть, «Людзі, вот, давайте за нашага Лепельскава ўцмока галасаваць, а не будзім за Палескава, это ж, ну, з нашага району». Гэта символ ён ўснову, ён ля людзі свой, родны. Кітае лігенды, ад куль ён паходзіць, што ты беларускіццмок, ён любіцць в частіню, ён муецца, ён га треба карміць ёнешню. Білі ба цікавы ў нас закіць про тое, што був артыкул ў статуті ВКЛ про цмока, яно нават пайшло в нікатуре медыя, шмат хто пачал гэта агучваць, потам вельмі разумныя людзі прачытавшы гэта аспрычылі, таму што гэта саправда не так, але ну, гэта прыгожа лігэнда, з якой прыемна і цікава жыць, што вот это слоё, это наше. Усходня мифологія лічыць цмока вельмі становчай жывёлай. У нас в Біларусі цмоки таксам астаночыя, ну, бывала такоя, шо яны там дзявчат кралі, там рыбако ўганялі, а леш, ну, гэта жыць цё. Фінальны цмок стал нашым такім лагатыпчкам, зарабіли адкрыту презентацію, віде пазвалі людзі, візу країну цмока паказалі, да, да, расказалі пра гэта. Цмок стал настолька папулярным, што самы ўспешны баскетбольны клуб Біларусі Минск-2006 помінял названня на Цмокі Минск. Це добрий приклад для менеджмента спортивного, я потім задавався задачами глядзеў. Назвы спортивных клубов, ну, у нас сама ніхто так не називається, у нас усе, це ці назва города, ці назва роки, ці назва предприємства, там, як баты. Тепер от Португалі до Енисея, всі пытаються, што це тако, што за змокі, ну, всім пламашість, «Вот, це беларусський драпунська, ну, окей». Олесь Плотко не тільки пишет на беларуском, но і активно пропагандирує родной язык. Народной мові запели не тільки отечественні музиканты, які раніше в творчісті предпочитали русські і англійські, ну і такі популярні групи, як «Мумитроль», «Смыслові галлюцінації» і «Сдобши з дуб». Ви шла вже дві частки проєкту «Будьма тузін перезагрузка». На першій співали білорусські артисты, які рані не співали по-білорусську. До року, до вінчі і менше. На другої натуральної трави було проєкту «Расти». Заспівали три артисты, які в Білорусі не живусь. Ви думає на постсовєтській просторі, в Європі, Буклина Доплясова, Алина Сферидова, Александр Рыбак. «Ти запиши, вивучаю я тебе до дробниць, Мару з тобою разом засніть. Бори реки гаї луї, тут мій дом тут є дорогі». Там у кожного безумовно є своя історія. Як це відбувалося, працювали ліпші перокладшіки, Камодський і Ходанович. Великий удео чоловіка, якого сходить ця ідея, Сергій Буткин з яким разом ми в партнерстві і робили цей проєкт. Цікаво то, що Рыбак планує, ну, анонсував інтервію, що хоче далі цей альбом записати в білорусській мові. Промінають карагодам землі наших вачей два корабли. Докраніся до поветраных крыл, ми поплывем за небосхи. Чую я, тим не сніться парой, Шта існує країна мій. У той країне растец і бурсний гай. Цікаво була реакція Олега Скрыткі, він був один, хто цілком перезапісав всю пісню, перезапісували тільки вокал, але Скрытка, як чоловік славянській душі, подішов на 100%, перезапісаны були все партиї. Найвіта напевно празягована таку, ну, близку, нам, што першо брат білорусу, коли не українец, тут все просто. Він презентував гэты праєкт, розказував тут на пресконференцій про свою дзіл. Зачарованым чалде, Неба не сє, Быть там у нас не. Мы створали просто некий праєкт пісіны, а йон вирос у тоя, што він працює уже на самих віканалців, працює далі. Це вже і кліпи, і нові пісні, і інші альбомы, інші люди захвучені в гэтах. І мені здається, ось гэтамета виконана з допомоги Олеся, у шмат якої ступені. Недавно Олесь Плотко министр спорта обіцяв персональному некому баскетболисту, якщо він не їхав на контракт, то заробити умову. Біли такі часи? Скажіть, як гаранцірована на безпасність електронних дінек. Ми просили живих людей. І перша проблема – довері. Чому їм можна доверять і можна ли? Дякую. 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 Тільки все щеột часу не маєш.